Мы хотим, чтобы сын прожил, чтобы получить все это заслуженно, он и коронавирус, он действительно очень теплый человек. Это один из людей, которые у нас творили, и он уже был в возрасте, который познакомился. Это им вот желание участвовать в конференции, выступать, много днём жилого. Вот, вы знаете, мы понимаем, что жизнь не настоящая, но всё равно, как человек с людьми, когда он будет лишиться, и зимой, когда он будет в этой жизни, когда он будет в этой жизни, а в том, как он будет стоять на наших санкций. Спасибо. 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 Потому что у нас были за его спиной. А потом в одно время он сказал:"Я уже старый. Берите всё на себя". Я хочу сказать, что одна из наших последних встреч с Александром Григоровичем была вот в весне-лее этого года. Я говорю:" Александрович вот смотрите мы там книжку написали. У нас 4 автора. Можете подпись оставить? Я иногда встречаюсь с учителями и хочу такой памятный экземпляр оставить. И он посмотрел на книжку и сказал, «Илья, какая же несправедливость, остались самый молодой и самый старый». Авторами этой книжки являлся Алексей Гудуевич и Владимир Дмитриевич. Вот сейчас справедливость постарствовал, и он, наверное, спокоен. Я хочу сказать еще об одной вещи. Я вез без отца, и он мне во многом заменил вот того человека, которого мне в жизни не хватало. В армию он мне прислал не посылочку, а бандероль. В этой бандероле был учебник, математики знают, сборник отчана по математическому анализу. И он мне прислал эту книжку в армию. Он, конечно, в армии не служил и не понимал, что я с этой книжкой там буду делать, но у меня эта книжка дорога. Более того, в этой книжке он прицепил значочек. Этот значочек был прямо приколом. У меня среды остались от того, где он был приколом. Но значок дети, видимо, где-то потеряли. Это был значок десятилетия университета. Это был 1982 год, когда он мне такой подарок преподнес. У меня было два учителя в жизни. Самый главный – это, конечно, Александр Григорьевич. Второй учитель – Денис Артемьевич Владимиров. Они были совершенно разные люди. Денис Артемьевич ставил задачу и терялся. Я его больше видел по телевизору, на учебной программе на ленинградском телевидении, нежели так в общении с ним. Александр Григорьевич был совершенно противоположной личностью и противоположным учителем. Он всегда задавал конкретную задачу и говорил, когда ты должен принести и что-то показать. Вот этот жесткий контроль с одной стороны, а с другой стороны – та свобода, которая была предоставлена потом Денисом Артемьевичем. Это мои паттерны, которые я сейчас в педагогике пытаюсь соблюдать. Я хочу, Александр Григорьевич, извиниться, что в последний год, может быть, было меньше внимания с нашей стороны, от учеников наших, от тех людей, которых вы создали, которых вы сделали. Огромное вам спасибо и искренне, с уважением, у вас очень большая потеря.